всем привет youtube смотрите сразу хотел сказать я сижу сейчас на лодочной станции или это яхт клуб я не знаю как это называется но суть в том что одна машина на парковке одна и реалии 2023 года кажется в 12 часов ночи ты сидишь один но нас уже больше 40 тысяч на новый год я праздновал ровно 40 а сейчас уже почти 45 это очень много спасибо вам большое и я хотел бы сегодня с вами поговорить после тренировки вот я буквально закончил тренироваться час назад приехал сюда и хотел с вами обсудить потому что под предыдущим видосом прочитал такой комментарий там где человек написал я даже забыл что канал про фитнес потому что но мы говорили с вами о жизни я вам хотел сказать так в этом же вся прелесть это то почему я так сильно люблю тренировки потому что сам подход сама философия тренировок очень сильно применимо в жизни то есть сами принципы сами какие-то не знаю знаете условия я сейчас сижу меня вода очень боюсь немножечко так пошатнуться под что перила шатки и туда упасть но если упаду то надеюсь что камера не вырубится и вы все это увидите так вот что я вам хотел рассказать еще хотел бы вам рассказать про модель нынешнего времени и вот каких-то не знаю псевдо мотиваторов потому что я вот смотрю и мне очень нравится что у меня аудитория которая здесь собирается естественно подверглись нас там не миллион но вы такие умные я читаю комментарии вы такие просто мне страшно становится страшно почему такие умные не знаю ребятки смотрят какого как я и слушают еще какие-то полезные вещи выносит для себя поэтому сегодня хотел бы с вами поговорить о тренировках подхода к ним и в конце показать свою мне нравится знаете что я заснял тренировку и хочу чтобы вы просто посмотрели и постарались прочувствовать потому что я не буду вырезать я не буду катать я хочу чтобы вы именно прочувствовали атмосферу потому что после сказано мной сейчас когда вы будете смотреть на тренировку вы поймете именно фишку именно фишку поэтому пожалуйста досмотрите этот ролик до конца мне кажется что вы вот много чего для себя полезного именно узнаете начнем с мотивации что такое мотивация заниматься именно в зале а мотивация очень простая ее не существует если у вас есть мотивация это значит что вас хватит на два-три дня максимум неделя потому что мотивация это эмоции вы когда увидели какого-то блогера вы когда кого-то услышали вы таки я начну бегать в 5 утра я а зачем зачем ты будешь бегать в 5 утра чтобы выработать привык дельфин прикиньте или тюлень я не знаю просто здесь тюлень и живут так вот зачем тебе бегать в 5 утра хочу вам просто привести пример что когда вам говорят заведи блокнот начин начни записывать начни отжиматься каждое утро по 50 раз вот у меня вопрос зачем ведь самое главное самое главное я сейчас объясню на примере тренировок а вы пожалуйста просто берите интерпретируйте это все в свою жизнь в другие отрасли кто-то занимается музыкой вот и бизнесом кто-то рисует картины кто-то не знаю но занимается наукой забыл ученый вот интерпретируйте это в свою жизнь самое главное я считаю это понимание понимание зачем ты это делаешь потому что вот когда заходишь в тренажерный зал и видишь что 90 процентов людей они просто двигают тренажеры они просто переставляют вес с вес у нас места на место они не понимают даже зачем они они и зачем они это делают для чего какая то есть пиковая . какой финал никто это не понимает все понимаете гонятся за конечной целью и не наслаждаются процессом объясню что имею ввиду вот начался новый год 31 декабря когда я тренировал ноги был пустой зал людей не было сейчас просто нельзя подойти к тренажеру потому что все хотят подготовиться к лету почему через две недели все люди эти опять пропадут зал я вам расскажу потому что у вас появляется цель в кавычках вы хотите пресс увидеть летом но вы живете уже там вот этот этап который может шесть месяцев до лет полгода вы его упускаете вам он не интересен вы хотите его перетерпеть перетренироваться что угодно сделать чтобы получить пресс нет не согласен кайфовать нужно именно от процесса это же круто когда ты каждый день чувствуешь себя живым и когда у тебя есть понимание понимание что ты делаешь потому что когда ты садишься на диету вот как я вам предыдущей серии рассказал про интервальное голодание про углеводную загрузку когда ты все это делаешь с пониманием то есть ты ценишь продукт который ты ешь ты понимаешь так вот это повлияет на меня таким образом если сейчас переем углеводов значит я завтра сделаю чуть больше кардио когда у тебя есть осознанность твоих движений тогда супер ты можешь бегать и в пять утра и делать все что угодно у тебя есть понимание но когда ты услышал когда тебе кто-то говорит вот эту вот модель начни записывать свои подходы начни бегать всем утра и бегай каждый день полчаса такой в этом профит поймите если бы была модель о которой все рассказывают уже говорят читайте книги чтобы развиваться вам ничего не даст книга если у вас нет осознанность вот это я понимаете тысячу раз уже повторил это слово осознанность и понимание это то с чем я столкнулся вот еще в 16 лет когда учился в школе я вам рассказывал то есть я перешел в десятый класс и мне так пришло в голову мысль я понял что тот род деятельности который я хочу он вообще никак не складывается с учебой с учением физики химии математики и я не понимал а почему так зачем мне это учить если я хочу в лос-анджелесе тренироваться и снимать видео зачем мне и это на самом деле но сразу же такое ответвление чтобы вы сейчас не думали что говорю что учиться не нужно это плохо потому что я считаю что истинный дзен истинный дзен это когда ты находишь в себе силы находишь в себе вот эту вот осознанность постичь все это когда ты полностью выучился когда ты осознанно выбрал не знаю карьерный рост работу все что угодно но когда вот этот каждый из этапов жизни осознанный это ну это вообще это лучшее что придумало человечество поэтому вернемся к тренировкам 90 процентам людей 95 фишка 5 процента поэтому я вам советую единственный мой совет это потренировать ноги потренировать ноги но потренировать их не так вы тренировали до этого я хочу чтобы вы один раз довели свой организм до какого-то пика пика болевого порога чтобы вы просто узнали из какого вы теста где именно у вас этот болевой порог находится то есть на что вы способны таким образом понимать вот эта рутина тренировочная она потом очень сильно вам помогает в жизни в том плане что ты понимаешь что нужно дожимать вот нужно дорабатывать и у меня есть для вас вот такое вот крутое упражнение которое вы увидите в самом конце тренировки потому что у меня такая вот фишка что самое сложное я ставлю в конце когда уже нет сил когда вот именно нужен характер вначале это все могут а ты сделай в конце когда нужно показать характер я вам уже говорил не важно вот вы сейчас смотрите сколько вы приседаете какой у вас вес не важно сколько как вы выглядите главное именно это догнать помните я вам рассказывал про салки про догонялки важно какой ты ловкий или быстрый если от тебя убегает человек который тебя быстрее ты должен его просто догнать знаете почему потому что рано или поздно он выдохнется и начнет замедляться вопрос только в другом сможешь ли ты дотерпеть до того момента это касается повторюсь и работы тренажерного зала жизни чего угодно сможешь ли ты дотерпеть момент когда вот вот именно будет вот этот вот пик поэтому возьмите себе на заметку упражнение упражнение в гаке которое покажу в конце тренировки это называется киевское упражнение потому что я с киевом мне его там показали суть в чем заключается суть заключается в том что у вас подход длится около двух минут один вы делаете три супер медленных повторение супер медленных без какой-либо инерции разгона посмотрите на видео и три супер быстрых потом три супер медленных три супер быстрых и еще раз три медленных и три быстрых и это один сет один сет я вас уверяю что не каждый дотерпит до конца я знаете как всегда делаю вы же знаете что некоторых людей ну я веду у меня есть некоторые подопечные я не тренирую никого прям онлайн я не занимаюсь этим у меня нет никаких программ вот если человек очень сильно хочет так сказать познать немножко поглубже эту всю кухню я некоторым людям помогаю и я всегда проверяю вот когда в живую вот этим киевским упражнением мне интересно где находится у человека болевой порог когда он скажет все не могу вот все я просто жду вот этой вот фразы ее говорят все просто кто-то говорит на первой тройке кто-то на последней а кто-то сцепил зубы и сделал до конца такие тоже бывают и вот таких людей у меня идут мурашки по коже кто ты вообще кто ты вообще такой потому что дотерпеть это до конца ну это жестко в свое время я знаю точно что вот когда мне показали это упражнение я дотерпел я ну я кричал возможно даже плакал но дотерпел а как же понять что вы дошли до пиковой точки в тренировке у меня лично в 16 лет это было так я тренировался всегда знаете с парнями которые намного больше и сильнее меня но мне это приносило приносило удовольствие я не понимаю людей которые вот особенно в интернете где-то в соцсетях вообще не понимаю когда снимают какие-то дуэты еще что-то с люди с людьми которые тебя слабее и преподносят типа вот смотри я сильнее сравни себя с тем кто сильнее ну это же интереснее нет ну может быть я какой-то странный но я так искренне считаю я считаю что осуждать людей это неправильно особенно людей которые стремятся к чему-то то есть человек пришел а ты ему сразу делаешь ну несешь какой-то негатив это очень неправильно и я не советую это делать поэтому еще раз повторюсь пиковая точка у меня была я обливал на тренировке то есть вот этими большими ребятами я тренировался а потом чувствую что меня так тошнит я шел в туалет и обливал причем единственное что вам скажу этого я никому не пожелаю это настолько больно ты когда блюешь после тренировки но извините за мерзкую информацию просто ну мы же уже как семья с вами я в принципе ничего от вас не скрываю и даже такую информацию тоже вам рассказываю просто хочу рассказать ощущения которые ты чувствуешь в моменте в моменте кажется что вот твои внутренности твои легкие они просто выходят наружу ну прям вообще наружу это очень больно но потом в моменте становится очень легко и кайфово и запомните вот сейчас запомню если вы полюбите тренировать ноги полюбите тренировать тяжело любая потом тренировка для вас будет просто обычная физкультура ничего ну ничего замудрено будет просто обычная физкультура я сейчас сижу и знаете так чуть-чуть качаются лодочки такой штиль такая тишина прохладно возле океана но это же кайф ведь в 14 лет когда я тренировался еще в школьной качалке в школе там было всего лишь три тренажера с шестьдесят наверное пятого года очень старое скрипели я боялся всегда что тросы порвутся сейчас когда тренируюсь в голжиме особенно на улице в этом потом увидите кадры от первого лица то есть ты лежишь на машине смотришь наверх над тобой пальма звезды и вот этот вот запах океана ты понимаешь что все вот эти разы когда я обливал когда мне было тяжело но они были не зря они были не зря потому что в итоге меня это привело в точку в которую я оказался и сейчас у меня еще больше появилось знаете какого желания у меня возможно пропало какое-то желание повторюсь по поводу формы потому что я достиг каких-то своих знаете гештальтов по силовым по форме у меня особо нет никаких желаний но я так загорелся тем что вы у меня появились и я создал бренд именно понимаете я сильно особо не пиарю нигде потому что мне нравится что это семейный бренд именно эстетик лайф который я сделал он именно настолько семейный что его покупает только те кто вот прошаривает философию то есть это не просто одежда а это именно понимаете это именно философия это семейный бренд как и вот этот вот канал то что вы видите у нас же нет никакого хайпа вы меня сейчас просто слушаете и я не прыгаю в воду чтобы сделать кликбейт я никого не обрасываю не знаю какой-то мукой еще что я не делаю никакие пранки то есть мы просто с вами общаемся мне нравится еще знаете как вы пишете что свежий глоток воздуха на ютубе очень нравится что вы не считаете что эти 30-40 минут которые вы смотрите ролик проходят зря вы действительно что-то для себя подчеркните и я читаю все комментарии и какой-то тоже паренек написал вот такой текст и внизу закончил словами я знаю что ты это прочитал бро я это прочитал конечно прочитал все комментарии я читаю мне очень нравится поэтому самое главное что я вам хотел сказать вы должны любить что вы делаете и делать то что вы любите вот это самое главное читать книги вставать что-то там кому-то нет 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 самое главное вот именно чтобы это внутреннее исходило от вас потому что если это дело ваше если вы это любите да вы будете это делать это как знаете я вот маме когда-то сказал на кухне сказал вот мне было лет 15 я сказал мам я буду ну купил я же ходил в школьную качалку я хотел ходить в суперплайф но в дорогой клуб ну не в дорогой а в плане в нормальной не было возможности особо я говорил мам купи и мне пожалуйста с папой абонемент я буду этим заниматься всю жизнь мне отец всегда говорил а ты походишь месяц и бросишь а я душой чувствовал нет говорю я буду этим заниматься всю жизнь а вот прошло уже много прошлых лет почти 8 лет прошло и не было двух недель чтобы я не занимался и понимаете у меня же нет мотивации в том плане что у меня не стоит цель что-то добиться как-то выглядеть где-то выступить еще что-то нет я просто кайфую от этого процесса это как часть меня это как вот когда-то оно спросили арнольда почему ты тренируешься почему тебе вот 70 лет и все еще тренируешься вот я отвечу точно так же ну пускай это звучит банально я не могу сказать что я ну копирую просто это действительно так тренировка это как часть моей жизни то есть если у меня забрать еду и воду я не проживу ну неделю понимаете то же самое и с залом я не знаю честно много кто у меня спрашивает а что ты будешь делать без зала я вам клянусь я не знаю ну не знаю у меня не было такого экспириенса всю свою осознанную жизнь вот когда вот это вот головушка начала думать в лет 15-16 у меня кстати очень приятно что у меня молодая аудитория которая уже думает я вообще я начал думать очень поздно я вот чисто до 16 лет просто существовал вообще не задумался ни о чем какие вообще матрицы какие философии какое понимание осознанность о чем ты вообще я просто жил нативно знаете интуитивно жил у меня сейчас немножко попка болит потому что наприседался я сижу на этой железяке но я еще досижу вам расскажу просто хотел вам сказать что это очень важно понимать что ты делаешь что и для чего это очень важно и залетают самолеты тишина яхты очень круто ребятки спасибо большое что смотрели я вам очень хотел рассказать еще про баланс тот который тот к чему я пришел я расскажу это в следующем видео спасибо что смотрели были со мной надеюсь вы попробуете тренировку а стол мы же с вами не прощаемся пожалуйста посмотрите сейчас тренировку одним дублем без клеек я старался для вас выставить такой знаете красный страстный свет чтобы вы прочувствовали всю атмосферу я перед каждым подходом выставлял этот свет я снимаю сам вы говорили что вы просили чтобы я не извинялся за съемку за все но я не могу не извиняться понимаете это элементарная тактичность потому что я снимаю сам то есть у меня там стоит камера у меня здесь пишется звук здесь свет и я все делаю сам я даже не вижу как вы меня видите это все надеюсь что с первого раза получится хорошо смотрите тренировку и будьте умничками я вас прошу let's go buddy и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok